МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города в студии Дарья Кзюнова. Здравствуйте. Историческую брусчатку возвращают на центральные улицы Севастополя. Дорожное покрытие рабочие сняли в ходе реконструкции Большой морской. Ранее севастопольцы выражали беспокойность по поводу пропажи демонтированного исторического камня. Как пояснили ситуацию сами работники, его не вывезли, а просто переместили на территорию строительного городка. В данный момент брусчатку вновь укладывают по улице Шмидта рядом с бывшим кинотеатром «Дружба» и на пересечении Большой морской с улицей Суворова. В Севастополе к концу недели заработает система контроля машин со строительным мусором. Такую информацию озвучили чиновники городского правительства во время аппаратного освещения во вторник 10 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поинтересовался у своего заместителя, на какой стадии техническое исполнение. Да, Михаил Владимирович, мы разногласия в этом смысле сняли, с прокуратурой отработали, да. Соответственно, сейчас идет техническое исполнение. На этой неделе, тогда акт мы этот примем в четверг на правительстве, тогда прошу на пятницу запланировать презентацию технической возможности. Понятно, что те, которые у нас в бюджетной стройке, сразу в первоочередном порядке в виде пилота, посмотрим. Пятницу тогда просто продемонстрируем. Михаил Развожаев обратил внимание, что датчики, которыми оборудуют машины, позволят отслеживать путь транспорта и фиксировать, если строительный мусор вывозят на несанкционированные свалки. Волонтеры организации «Сердце Севастополя» получат помещение под социальную столовую. Об этом стало известно во время аппаратного освещения в правительстве города во вторник 10 марта. По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Максима Левашова, чиновники вместе с волонтерами осмотрели несколько вариантов, прежде чем выбрать подходящий по всем требованиям. На прошлой неделе мы проехали, посмотрели совместно с ними, также с Александром Андреевичем Кулагином, эти помещения, которые ранее были предложены. Установили факт, что они непригодны по СанПину для использования в целях, которые необходимы для организации. Подобрали одно помещение в отдельно стоящем здании, подготовили доклад, необходимы ваши решения. Помещение волонтеры «Сердце Севастополя» оборудуют под социальную столовую. Это место в районе улицы генерала Жудилова на корабельной стороне станет благотворительной гуманитарной продуктовой площадкой, отметили в общественной организации. Второй корпус школы в районе бухты Казачьей готов наполовину. Планируется, что здание станет одним из самых современных образовательных учреждений Севастополя. Наряду с учебными классами школу оснастят мастерскими по работе с металлом и деревом, фотолабораторией, тиром, комнатой психологической разгрузки. И это только часть списка. Как продвигаются строительные работы и когда школьники смогут сесть за парты в новом корпусе образовательного центра «Бухта Казачья» расскажем в следующем сюжете. Половина работы уже позади, теперь все внимание рабочих, устройству инженерных сетей и, конечно, внешнему облику здания – отделки. Сейчас уже начинают вырисовываться будущие учебные классы. Кстати, с видом на море. Как и планировалось, новое учреждение войдет в структуру образовательного центра «Бухта Казачья». Всего он объединит в себе два детских сада и две школы. Первая из них открылась еще в 2017-м, но желающих там учиться оказалось больше, чем мест. А потому еще одна школа образовательного центра – необходимость. На данный момент у нас 1579 ребят обучаются в образовательном центре именно в школе. Проектная мощность учреждения – тысячу мест. Поэтому мы остро нуждаемся в этой школе. На данный момент у нас ребята обучаются до сих пор во вторую смену. Это третьи классы, порядка 170 ребятишек. Новую школу обещают оснастить максимально современной техникой. А помимо привычных учебных классов, в учреждении появятся мастерские по обработке металла и древесины, фотолаборатория, кабинеты домоводства, музыкальные и зрительные залы, комнаты психологической разгрузки, тир, экологическая лаборатория и класс робототехники. Обсуждается и появление медицинского профиля обучения. Ну а как скоро школьники смогут сесть за парты нового учреждения, еще как зависит от подрядной организации. Строители в силах уверены. Пока что сроки ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2020 года, то есть мы другие сроки не рассматриваем. А чтобы успеть наверняка, подрядчик увеличит количество работающих специалистов. Сейчас их 80, но уже к концу апреля рабочих на площадке будет почти вдвое больше. Строительством занимается компания «Техстрой». Были несущественные отставания, но сейчас подрядчик наверстал темпы. Монолитная работа тоже в стадии завершения пятого корпуса. Так, собственно, пока мы доволен. В то же время в Севастополе завершается строительство еще одной школы на проспекте Античном. Возводится корпус для начальных классов 37-й школы на проспекте Октябрьской революции, а также корпус школы номер 61 в районе улицы Шевченко. Юлия Бауськова, Юрий Реутин, Севенформбюро. В Севастополе отремонтируют комсомольский парк. Работы планируют начать уже в этом году. Об этом сообщает интернет-портал «Форпост». Реконструкцию проведут за деньги правительства Москвы. Это следует из приказа Департамента городского хозяйства Севастополя о перераспределении средств, направленных из столичного бюджета нашему городу. Согласно документу на капитальный ремонт комсомольского парка имени Марии Карповны Байды, выделено 102 миллиона 400 тысяч рублей. Ранее это общественное пространство в приказе не значилось. В ноябре прошлого года телеканал НТС рассказывал о том, что комсомольский парк почти два года остается темным пятном в прямом смысле слова. По вечерам здесь царит мрак, по разбитым тротуарам без фонаря лучше не ходить. Ремонтные работы так и не начались, хотя проект реконструкции парка должны были подготовить еще в 2018 году. Контракт на разработку проекта капитального ремонта общественного пространства был заключен с воронежской компанией Иншсервис. Стоимость работ 8 миллионов 200 тысяч рублей. Этот подрядчик уже получил определенную известность в Севастополе из-за ряда проектов, вызвавших возмущение горожан, срыв и приостановку работ на объектах. В сентябре 2018 года представители общества с ограниченной ответственностью Иншсервис показали общественности свои предпроектные предложения. С тех пор какой-либо информации о ходе работ в комсомольском парке департамент городского хозяйства не озвучивал. Как выяснила редакция НТС, правительство Севастополя пытается взыскать с ООО Иншсервис 2 миллиона 800 тысяч рублей неустойки за просрочку по контракту на проектирование. Праздничным белым концертом отметили Международный женский день в Севастополе. На площади Нахимова жителям города подготовили особую программу. Для милых дам со сцены выступила известная по всему миру фортепианная трио Бель Суона и севастопольская солистка Дворца культуры рыбаков Мария Манзий. В Международный женский день на главной площади города собралось несколько тысяч воодушевленных зрителей. Для женской части публики организаторы подготовили своеобразный портер под открытым небом. Одну тысячу сидячих мест, чтобы наслаждаться классической музыкой можно было с комфортом. Концерт открыл временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя. Для представительниц прекрасного пола он прочел стихотворение Константина Бальмонта. Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина с нами, когда мы сражаемся. Женщины радость раскрывшихся глаз. Музыкальную часть концерта открывает трио Бель Суона. Шоу трех роялей объездило почти половину мира. За их плечами Израиль, Монако, Австрия, Болгария, Мальта, Швейцария, Латвия, Эстония и Польша. Пианисты подготовили для севастопольской аудитории особую программу, открывая от которой произведение Эдварда Григо в пещере Горного короля. На смену тревожной и динамичной музыки приходят мелодии, хорошо знакомые каждому севастопольцу. Это песня о Великой Отечественной войне. Ну и тревожные мотивы быстро сменяются отечественной классикой. Атмосфера среди зрителей вновь наполняется праздником и жизнью. Звучит второй вальс Шостаковича. Пока трио берет перерыв, на сцену выходит севастопольская певица, заслуженная артистка нашего города Мария Манзий. Одна из первых ее композиций – песня Анюты из фильма «Веселые Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Пришедшие на праздник девушки и женщины оказались приятно удивлены таким подарком. Говорят, классическая музыка «Международный женский день» – лучший подарок. Замечательно. Идем классическая музыка просвещать должна сейчас людей. А вы знали, что это концерт или просто мило проходили? Нет, я знала. Мы приехали посмотреть с корабельной стороны. Мы местные жители, да. Очень благодарны. Мне очень нравится. Очень прекрасно играют. Я слышала об этой группе, видя по телевизору. Поэтому решили прийти сегодня? Да, ну, это праздник же, посвященный девушкам. Ожидали, что вообще так много людей будет, что такая музыка будет? Конечно, это же каждый праздник так у нас, постоянно. Очень праздничная, все люди доброжелатели, добрые, все поздравляют друг друга, наполнены какими-то эмоциями, и особенно центр нашего города. Гости праздника ушли не только с хорошим настроением, но и с цветами, которые им подарили организаторы концерта. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севунформбюро. Накануне 8 марта в Севастополе прошла еще одна торжественная встреча, посвященная празднованию Международного женского дня, но в более узком кругу. На сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского в торжественной обстановке прекрасная половина города принимала поздравления от представителей местных властей на губернаторском приеме. Наш президент Владимир Путин как-то по поводу праздника 8 марта очень хорошо сказал, что все наши мужчины очень хотят, чтобы женщины были украшением нашей жизни. Но они должны не забывать, что чтобы быть украшением нашей жизни, мы должны очень много потрудиться. И для себя я беру на вооружение. Этот праздник это еще одна возможность выразить нашим мамам, бабушкам, сестрам, женам, подругам и коллегам глубокую признательность, безграничную любовь и, конечно, благодарность за то, что вы несете свет, радость, счастье в нашу жизнь. Слова признательности и благодарности севастопольским женщинам выразил и начальник штаба Черноморского флота Игорь Смоляк. Вы своей мудростью, добротой, милосердью всегда служили силой для общества, стояли на пути зла и насилия, служили воспитанию чести и благородства. В этот праздничный день особое славу и благодарность я хочу выразить женщинам, ветеранам войны и труда. Вы наравне с мужчинами в годы военного лихолетия воевали на фронтах, восстанавливали из руин города и села, в том числе и наш прекрасный белокаменный город Севастополь. В этот же день перед белым концертом на площади Нахимова фортепианная треоба Эль Сууна ознакомила милых дам с частью своего репертуара, подготовленного для выступления в Москве. Малый ракетный корабль «Вышний Волочук» в праздничные дни встречал гостей у набережной Ялты. 7, 8 и 9 марта военнослужащие проводили для женщин и их спутников экскурсии. Экипаж одного из самых современных кораблей Черноморского флота продемонстрировал гостям верхнюю палубу. Рассказал о вооружении и тактико-технических характеристиках оборудования. Экскурсия вызывала настоящий ажиотаж у ялтинцев и гостей города. За три дня «Вышний Волочок» посетили более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе флота. Также в Международный женский день с главной сцены города представительниц прекрасного пола поздравил ялтинский духовой оркестр и лучшие творческие коллективы Крыма. Впервые в Ялте на набережной состоялся променад «Дама с собачкой», во время которого по красной дорожке у одноименного памятника прошествовали 30 дам со своими питомцами. Еще одним сюрпризом для гостей праздника стал 20-ти метровый вишневый пирог от ялтинского хлебозавода, который разрезали на 1500 кусков и угостили им всех желающих. Не обошлось в этот день без теплых слов. Представительниц прекрасного пола поздравили местные власти. Мы для вас готовы совершать подвиги, делать иногда, скажу откровенно, необдуманные поступки, но мы делаем это ради вас. С праздником вас, любви, здоровья, счастья, чтобы все желания ваши всегда исполнялись. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы вас любим, ценим и уважаем. Наладить диалог общественников с властью и сформулировать предложения севастопольцев по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Помочь в реализации этих задач должна новая информационная площадка. Медиа-центр «Севастополь» начал свою работу 9 марта. Его офис находится на улице Ленина, 39. На своей первой рабочей встрече политолог и руководитель медиа-центра Руслана Сташко рассказал о векторах работы. Сейчас мы стоим перед вопросом внесения поправок и изменений в Конституцию нашей страны. Такого не было с 1993 года. Мне бы очень хотелось, чтобы наш город показал пример всей стране о том, как мы, как город, может свои личные предложения, каждый гражданин прийти сюда, высказать, мы бы их зафиксировали. По задумке, собранные предложения сотрудники медиа-центра намерены через руководство города предоставить в Государственную Думу России. Первая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя намечена на вторник, 10 марта. Отметили собравшийся и разлад в работе общественной палаты города, которая практически с момента ее второго созыва так и не смогла наладить свою работу из-за внутренних конфликтов. Сейчас общественников намерены приобщить к работе медиа-центра. Так, например, Юрий Чайкин будет заниматься вопросами взаимодействия с законодательной исполнительной ветвями власти. Открытие сегодняшнего медиа-центра является логическим продолжением вот того опыта, который получили в прошлом году. Я думаю, он будет очень полезен. Но, в свою очередь, готов обеспечивать все вопросы, связанные с взаимодействием с ураганами исполнительной власти, с законодательным собранием, с другими ураганами федеральными. Думаю, надо пробовать, надо пробовать и, надеюсь, у нас получится хорошая работа в этом направлении. С обрыва в районе мыса Фиолент сорвались двое мужчин. Один погиб, второй получил черепно-мозговую травму. Как сообщает в пресс-службе главного управления в ЧС России по Севастополю, ЧП произошло в районе остановки «Маяк». Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили, что двое мужчин упали с 16-метровой высоты. Один из них погиб, второй получил черепно-мозговую травму и множественные переломы. 28-летнего пострадавшего передали медикам. Сейчас мужчина находится в больнице. Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работали две единицы техники и 11 человек личного состава от МЧС и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. В Инкермане на пожаре погиб человек. Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в воскресенье 8 марта в 14 часов. К месту происшествия незамедлительно выдвинулось одно отделение 4-й пожарно-спасательной части, два отделения 5-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения. На месте было установлено, что горит квартира на первом этаже. Внутри помещения спасатели обнаружили пострадавшего, его передали врачам скорой помощи. Однако медики констатировали смерть человека. Потушить пожар удалось в 15 часов 15 минут. Огонь охватил 6 квадратных метров помещения. Причины происшествия устанавливают специалисты. В понедельник 9 марта в Гагаринском районе Севастополя горел магазин со стройматериалами. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по нашему городу. Инцидент произошел в 9 часов 17 минут. К месту сразу же выдвинулись два отделения 1-й пожарно-спасательной части, два отделения 6-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения. По прибытии выяснилось, что пламя могло перекинуться на соседний жилой дом, а также припаркованный в непосредственной близости автомобиль «Газель» на газобаллонном оборудовании. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате происшествия не погиб и никто не пострадал. Спасатели своевременно эвакуировали автомобиль и не дали огню распространиться на дом. Пожар потушили в 9.49. На месте ЧП работал 21 человек и 6 единиц техники. Севастопольские спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности. При разведении костров сотрудники МЧС готовятся к пожароопасному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Вот некоторые правила при сжигании травы или мусора. Разводить костер можно только в безветренную погоду. Костер должен располагаться в 50 метрах от любых строений. В радиусе 10 метров от костра территория должна быть очищена от горючих материалов. Необходимо предусмотреть первичные средства пожаротушения – воду, песок, огнетушитель, лопату. Нельзя оставлять огонь без присмотра. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована, ямы. Не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре. Или площадки с прочно установленной на ней металлической емкости. Например, бочка, бак или мангал. Если емкость выполнена из негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадания сгораемых материалов за пределы очага, горение – объем не более 1 кубического метра. Сотрудники МЧС предупреждают, если гражданин не соблюдает правила пожарной безопасности при разведении костров, то спасатели либо муниципалитет вправе наложить штраф. Нередко об опасных действиях владельца участков сообщают соседи. Если на территории Севастополя введен особый противопожарный режим, то разведение костров и сжигание травы и вовсе запрещено. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Севастополь» упустил победу в гостевом матче с Казалташем. Встреча состоялась 7 марта на арене спортивной базы «Скиф» в Новопавловке. На поле сошлись соседи по турнирной таблице. Обе команды имели равные показатели по количеству набранных очков, добытых побед, результатов с ничейным исходом и разницей забитых и пропущенных мячей. В день игры свой 42-й день рождения отмечал наставник моряков Станислав Гудзикиевич и севастопольцы. Футболки белые стремились сделать подарок своему главному тренеру в виде победы над прямым конкурентом. В первом тайме на футбольном поле безраздельно господствовала наша команда. Активно смотрелся правый фланг нашей атаки, где эффективно комбинировали Максим Супрун и Дмитрий Матвиенко. Только за первые 10 минут встречи севастопольцы заработали 4 угловых удара, ставших предвестниками будущего гола. На 33-й минуте после очередного стандартного положения Роман Климентовский первым оказался на мяче в центре штрафной и головой вколотил его в сетку ворот Бахчисарайцев 0-1. До перерыва гости могли удвоить преимущество, но всякий раз игроков подводила точность в завершающей стадии атак. Второй тайм доказал, что морякам надо было снимать все вопросы о победителе еще в первой половине встречи. Игра от обороны гарантировала нервную концовку поединков, в которой футболисты Козелташа все-таки сравняли счет. После углового это сделал защитник хозяев Никита Горкуша. Если взять по первому тайму, то игра складывалась по нашему сценарию, что в обороне мы играли компактно, практически не было ударов по воротам, что выходы из обороны в атаку были неплохие, и создали количество определенных острых моментов, где должны были реализовать. Но, к сожалению, только один раз мы реализовали. Что касается второго тайма, мы почему-то отдали инициативу и то ли на сохранение счета начали играть. И как-то так получилось, что все-таки команда соперника забила нам этот мяч. Ничья оставила футбольный клуб «Севастополь» на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от идущей третьей «Крымтеплицы» пятью пунктами. Симферопольская ТС «Катаврия» в шести очках. Следующую игру «Севастопольцы» проведут в субботу, 15 марта, на домашнем стадионе. Моряки на своем поле примут феодосийскую фаворит ВД «Кафа». К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севенфорумбюро». Связаться с редакцией вы можете по телефону «Городской» 59-0060, а также мобильный «Плюс-7-978-900-3131». Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.